Всем привет, с вами Тед. Если вы ищете достаточно простой способ выигрывать против зерга, если вы хотите просто приходить и побеждать, и не хотите учиться матчапу зерг против зерга, то вы, собственно, попали по адресу. Показываю вам просто универсальный ответ любому зергу. Ставим 12-й пул. Для тех, кто не знает, 12-й пул это значит, что мы должны поставить пул на 12-м лимите, да, омут рождения, фаунинг пул. И чтобы это сделать, с самого начала мы должны просто ничего не делать, ничего не строить, то, что мы начинаем игру на 12-м лимите и просто сразу же ставим пул. Затем мы заказываем трех дронов. Затем мы заказываем оверлорда. Первым оверлордом мы можем сразу же лететь к сопернику, к сопернику на главную базу, смотреть, что там происходит, ничего не бояться. Вот. Затем из таких лайфхаков небольших вам рассказываю. Уже в момент, когда у вас 12-й пул заказан, вы делаете контрольную группу с 11-ю дронами. С 11-ю дронами. И как только у вас доделается оверлорд, у вас доделаются личинусы. Третий личинус готов. И вы можете заказать 6 собачек. Да, то есть 3 собачки, в сумме которой дадут 6. Вот. 6 наших зерлингов. Затем мы, в принципе, продолжаем добывать, ничего не меняем, у нас все окей. И внезапно на 15-й, 16-й секунде мы относим все минералы, которые есть, и бежим через всю карту к сопернику. Продолжаем заказывать собачек. И дома у нас остается только 3 дрона, которых мы заказывали потом. Именно для этого мы делали контрольную группу на 11, чтобы потом не отчитывать. Вот. Бежим, бежим через всю карту к сопернику. То, что нас видят, это ничего страшного. Наша задача добежать. Он отменяет вторую хату и идет защищаться. Отменяет вторую хату и идет защищаться. Наша задача поставить 3 плетки у него на мейне. 3 плетки у него на главной базе. И он уже идет нам сразу же не давать это делать. Таким образом он, конечно же, перестает добывать минералы. Но это ничего страшного, потому что он их подкопил. У него есть отмененные. Но на данный момент строитель ничего не может. Но с собаками он тоже драться не может. Поэтому мы все-таки умудряемся поставить 1, 2, 3 плетки. И вот это наша основа. То есть нам надо понимать, что мы в этом билде побеждаем не тем, что мы рано прибегаем с собаками и дронами, а тем, что мы достроиваем плетки. Достраиваем плетки у соперника на главной базе. Наша задача вот здесь вот бегать и защищать эти плетки. То есть мы принимаем бой только когда уверены на 100%. Вот, например, здесь, когда к нам добежали уже наши 8 собак. И у нас есть дроны. И мы вот тогда с дронами, когда он атакует плетку, начинаем атаковать его только в этот момент. Плетку, естественно, мы отменяем. Таким образом мы сохраняем какое-то количество минералов и можем заново начать строить плетку. Либо заказать еще собак. Тут уже на ваше усмотрение. То есть собак мы продолжаем заказывать. Видите, у меня собаки все заказываются, заказываются, заказываются. И ралли-поинт стоит сюда, чтобы они всегда, когда появились, сюда бежали. По итогу плетки в конце концов у нас достраиваются, достраиваются у нас плетки. И соперник поставлен на таймер. И у него плетка просто вот так вот вперед и бьет, бьет, бьет по главной базе. И в какой-то момент мы просто берем их и перекапываем уже вплотную, когда есть время. Ну и вы видите, что наши силы здесь преобладают над соперником. Естественно, здесь мы одержим победу. Самое интересное, ребята, что с этим же соперником мы попадемся в следующей игре. И, то есть, в этой игре он разведал, а в следующей он знал, во что мы будем играть. Какая же у него реакция? Итак, в этой игре он уже, в принципе, догадывается, что я могу повторить то же самое. Что я, кстати, и делаю. Я делаю тот же 12-й пул, я точно так же делаю овера после нескольких дрончиков. И бегу, бегу к нему в его сторону толпой своей дронов. Собаки идут в догонку. И мы бежим, 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 бежим. В этот раз он решил не отменять хату, он решил просто, просто уже готовить плетки. Каким образом он это сделал, да? Все очень просто. То есть, он уже знает, что я, возможно, буду чистить его опять. И он открывается, посмотрите, в пул первый, да? То есть, он открывается, раньше ставит пул, чем хату, чтобы иметь возможность как можно раньше ставить плетки. Таким образом, посмотрите, мы прибегаем к нему на базу. К нему готовятся плетки. И кажется, что, ну, это же идеальная контра на то, что мы делаем. Но нет. Плетки-то у него готовятся, а собак еще нету. Собак еще нету. И мы просто берем, ставим у него две плетки и начинаем атаковать его плетку, чтобы он не мог ее достроить. Здесь начинается заварушка. И мы все-таки умудряемся убить ему плетку. Таким образом, она не достраивается. У нас две плетки у него одна. И мы продолжаем выполнять свою главную миссию. Защита, защита плеток. Мы просто доживаем, доживаем до момента, чтобы они достроились. И как только мы дожили, одну плетку мы перекапываем поближе, поближе. Как только мы ее перекопали, идет вторая, перекапывается. Таким образом, две плетки закапываются в минеральной линии. Начинается битва. И, конечно же, это последняя битва. Надеюсь, ребята, вам понравилось. Вам понравилось вот такое вот ЗВЗ. Вот такой вот классный стиль, который вы можете использовать в своей игре, чтобы поддерживать достаточно легкие победы. И достаточно интересный, креативный стиль игры против зерга. Вот. Обязательно, если вам понравилось, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь. С вами был Тед. До новых встреч. До новых встреч.